всем привет и еще раз показываю вам цветение своей анаконды это женмин анаконда где тут моя бирочка да вон она женмин анаконда а вот такие у меня приключения с губой приключаются случаются она уже получше в прошлый раз вообще был цельный монолит в этот раз уже есть какой-то намек что может быть в будущем у меня тут все-таки будет нормальная губа но все равно мне он очень нравится очень красивая штучка очень приятная очень фактурная просто прелесть и вот такой неутомимый цветун тут бутон тут бутон там вон еще цветонос и при этом ну давайте так лично я лично в моих условиях не увидела никаких проблем с выращиванием этого полинопсиса потому что корни прут они вот просто везде и повсюду весь горшок в них правда закуплился новые лезут листья тоже растут хорошие вот новый лист растет до растет помедленнее чем я привыкла вообще к полинопсисом но растет очень хорошо так и цветы и цветы конечно обалденные цветет он неприхотливо абсолютно никак я там его специально не кормила не холодила ничего ему не делала стоит со всеми в постоянных теплых условиях скажем так с перепадами конечно же день-ночь но в течение года в принципе температуры практически ровный небольшое колебание есть на этих вот колебания день-ночь наверное вот суточное колебание температур будет больше чем сезонное колебание температур прекрасный малыш кто вот любит объемные цветы это вот для вас потому что каждая вот эта пупырка она объемная вот видите это как на ростике и цвет очень интересный от такого вишневого до прямо черного там в губке видно черный и всегда разный рисунок обалденно разный рисунок и если вы будете давать больше света чем я или у вас например будет солнечный то летом у кого растет ногта еще вы увидите вот тут вот скорее всего красную такую окантовочку у меня есть намек в виде очень мелкого крапа но моей лампы не хватает чтобы вот он дал еще вот то самое красное теперь отступление для тех кто пишет мне что у вас не анаконда ребята анаконда бывает разное и цветения бывают разные это гибрид давайте не будем забывать и это жен мин анаконда есть еще разные анаконды с разными приписками суть у них цветение в принципе одна это вот примерно вот такой цветок но есть редкие цветовые вариации которые дают например концентрические круги красные они не выпуклые как пятнышки они просто цветом идут есть которые дают переход вот от такого бело-желтого бледного и в ярко-оранжевый есть разные случаи но это все анаконды если я знаю что вот многие насмотрелись на вот эту самую дорогую анаконду с безумно красивыми концентрическими кругами боже мой дай бог памяти я забыла приписку но там по моему какой-то world какой-то там мир не помню правда честно но факт в том что да есть вот так красивенная за которой гоняются все любители анаконды она стоит очень недешево я бы даже сказал такая дорогой фаленопсис хороший дорогой фаленопсис но это не значит что вот это не анаконда это тоже анаконда это вот ну такая вариация цветовая анаконды и мне нравится один из немногих гибридов в принципе в моей коллекции но вот вот у меня он очень радует он у меня такой один и не знаю я от него кайфую даже несмотря на вот эти выступления губы немножко конечно меня это подпечаливает нужно мне надо чтобы все было правильно но но я как-то смогла закрыть на это глаза ну что ж на этом все буду с вами прощаться ставьте лайки подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь на мои соц сети кучу кучу полезных ссылочек в описании под этим видео в конце видео конечно же появляются активные окошки на другие мои видео куда можно пойти посмотреть еще и на этом уже точно все и всем солнечных дней пышных цветений пока пока